Привет, с вами зероботов-трансформеров и мы сегодня обозреваем модель HUB-CAP Scout класс 2010 год серия Hunt for Decepticon охота за Decepticon это такая модель 30-х 40-х годов прошлого века автомобиль интересный прикольный красивый все-таки есть что-то такое в дизайне этих старинных автомобилей причем насколько я знаю у них толщина металла была такая что они как броневики были да это у нас автобот причем позиционировалась эта серия трансформеров как охотники поисковики каких-то артефактах на далеких планетах вообще очень своеобразная была позиция фильмов очень много там смели все в одну кучу и попытались и преподнести в каждом фильме какие-то свои идеи многие идеи хорошие они отбросили многие нехорошие оставили так что же у нас по трансформации для начала руки раздвигаем их в стороны и немножко вперед затем у нас подождите 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 вот так вот нога выходит и вторая нога мы их выровняем потом здесь она раскладывается сюда это сюда и здесь полноценная каточка сравним раз два три ну по сути все да но это скаут класс скаут классом достаточно простой незатейливый но в принципе красивый и не до конца что ли странно я думал он до конца дойдет странно почему не до конца как-то бы идеально было бы до конца но нет ну на нет и сюда нет так давайте попробуем его поставить идет он без какого-либо оружия да автобот трансформируется в авто и бот да вот такая модель ну по-моему симпатично выглядит голова есть руки есть тело есть ноги ноги неплохие так что у нас руки подвижные ball joint какая-никакая подвижность есть так что у нас ноги вперед можно назад можно колено на четверочку так продольный не сильно а почему не сильно еще чуть 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 нет все-таки если приложить усилия то он может и продольно тоже раскладывать вот такая вот модель из 2010 года серия ханфурт десептикон я бы сказал серия трансформеров 2010 было во многом интересно они постарались и развить линейку трансформеров из предыдущей части это ревенша в дефолин или месть падшего и запустить линейку трансформеров дженерейшн то есть поколение 1 были показаны образы и в комиксах классик и комиксах дженерейшн ван и мультисериалах хорошо давайте трансформируем обратно автомобиль кстати видите как неплохо рычаг видите назад заходит 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 и прячется шикарно честно скажу шикарно иногда мне нравится как они используют механику рычагов и нога ведь достаточно сюда сюда и здесь вот проще с этой стороны показать все потому что надо их соединить и тогда уже это завести сюда под крышу под козырек и начинаем нога рука все собралось собрался трансформер прикольный раритетный автомобиль кто знает марку или на что он похож на какую модель пожалуйста напишите в комментариях чтобы все об этом могли знать ну и мы потом сверим забьем куда-нибудь вики покажите нам модель такого автомобиля и сопоставим образ этого красного автобота с фотографией раритетного автомобиля скажем да они максимально похожи спасибо тому кто написал этот комментарий теперь мы знаем больше на этом давайте завершать обзор этой интересной модели с 2010 года подписывайтесь к нам на канал ставьте лайки прийти в музей если можете становитесь спонсором музея если у вас есть старые и уже не нужные игрушки или может быть нужные но вы готовы их подарить музею обязательно это сделайте они будут получены и мы будем ценить сохраним и дадим возможность будущим поколениям увидеть и узнать о тех или иных трансформеров выпущенных в предыдущие года всем до скорых встреч спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!